Координатор по санкциям Госдепа США заявил, что Турция, Казахстан, Грузия, Арабские Эмираты и Армения помогают России обходить запреты. И это является существенной проблемой для США. Вот вам такая атмосфера сейчас. Ну, ряд стран, не только которые вы перечислили, еще некоторые другие, действительно обходят санкции, которые сейчас существуют. И эта озабоченность Америки, она понятна совершенно. И в данной ситуации, конечно же, это уже, как говорится, выбор каждой страны. Или вы хотите политическую выгоду, или вы хотите экономическую выгоду. Поэтому в данной ситуации каждое руководство этих стран выбрало свой, как говорится, путь в этом плане. Я не думаю, что Армения, так сказать, ключевым образом как-то влияет на это. Есть страны, через которые перевалка идет в гораздо больших объемах. Но в целом, да, это, как говорится, реалии нашего времени. Более того, некоторые подобные действия, они происходят с молчаливого согласия с Западом. Потому что это все-таки в интересах не только России, не только стран-посредников, но и тех компаний, которые сохраняют свой бизнес таким образом. Посол США в Армении посетил Сюнигскую область. Ознакомилась и с ситуацией в Лачинском коридоре. Мы сейчас об этом поговорим. Интерес Вашингтона вот к этой области очень отчетливый сейчас. С чем это связывается, Рафаэль? В последнее время, вы знаете, я достаточно критично отношусь к действиям нашей армянской диаспоры в Соединенных Штатах Америки. Но в последнее время, я смотрю по прессе, особенно в Калифорнии, была развита достаточно интенсивная политическая деятельность. Что, конечно же, это говорит о том, что все-таки диаспора сейчас начинает выполнять свою функцию, как это было до этого. Я думаю, это вызвано вот этими действиями внутри страны, влияние на Конгрессов, особенно вот Конгресс Меллан из Нью-Джерси, который является таким ярым нашим сторонником в этом плане. Они выступали и выступают именно на то, чтобы Америка более существенную роль там играла. Но это, как говорится, хорошая новость. С другой стороны, я рассматриваю подобные действия и посла нынешнего, и в целом администрации, все-таки как розыгрыш в какой-то степени русофобской антироссийской карты. Я хотел бы здесь просто обратить внимание, что вот подобные, так сказать, контакты, они вызывают пристальное внимание в Москве. И я убежден, что Армении надо это учитывать. Хотя это, как говорится, вы знаете, это моя позиция, так сказать, если это примут во внимание, мне кажется, это будет благотворно и для самой Армении. Но в целом политика, все-таки, так сказать, переориентация Армении идет очень быстро. Я только хочу просто обратить ваше внимание на один факт, наверное. Дело в том, что приезд посла, он, особенно в местности Тех, там он, так сказать, не спас людей от очередной провокации на границе, которую Азербайджан там сделал. Так что, вот эффективность вот таких поездок... Народное внимание, Рафаэль, давайте. Ну это внимание, четкое внимание. Я еще раз повторяю, безусловно, это привлекает внимание, это никто не отвечает. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что Азербайджан это не останавливает от провокации военных в этом же самом районе. Вот и все. Вот вам еще пример. Армянский город Капан, Сюнихской области, станет молодежной столицей СНГ в 2026 году. Это раз. В Капане откроется российское консульство. Это два. Открыто уже иранское консульство. Вот вам и центр политических и даже экономических влияний. Ну давайте все, что вы сейчас произнесли, давайте скажем аминь по нашей христианской традиции. Потому что то, что вы сейчас сказали, это молитва. Я очень буду рад, если эта молитва будет услышана и она сбудется. Давайте доживем до 2026 года. У меня это, признаться, все вот эти планы. Можете считать меня таким плохим, как говорится, инфальдом, гонцом. Но у меня это вызывает очень большое, так сказать, сомнение и скептицизм. Оставьте, пожалуйста, мне вот это. Пускай я буду самый-самый, так сказать, неверующий человек. Пускай все, что произойдет, будет лучше моих вот таких пессимистичных прогнозов. Доживем до 2026 года, а потом посмотрим. Еще гражданская миссия Евросоюза в Сюнихской области откроет новый оперативный центр. Это в целом положительно, безусловно. Каждое присутствие американской, европейской стороны и российских там миротворцев, если есть, это всегда будет вызывать определенные, так сказать, все-таки определенные гарантии людям на местах, что они не станут жертвой очередных провокаций. Дай бог, если это будет так. Единственное, что я еще раз хочу повторить, по опыту Донбасса, допустим, где были миссии европейского сообщества, мы должны с вами понимать, что деятельность, помимо всего прочего, она еще будет направлена в антироссийское русло. Я бы очень не хотел, чтобы местные жители и Армения попала вот под этот перекрестный разборки Европы, Америки и России. Вот это самая большая ошибка и самая большая трагедия, с моей точки зрения, которая может случиться. Баку распространяет дезинформацию ежедневно почти. Якобы Арсахсты пользуются азербайджанским КПП, азербайджанским КПП в Лачине. Это непонятно. Ну, в данном случае это в контексте сейчас ведутся активные очень действия. А российские миротворцы молчат, об этом ничего не говорят. Мы с вами это говорили уже, об этом я еще раз хочу повторить, что российские миротворцы там выполняют, так сказать, функцию по защите интересов России. Армения в данной ситуации... Вер, я хочу вам напомнить просто еще... Нет, я хочу понимать, к чему такая бутафория? Что вы? Ну, это вы... Потому что я уже вам сказал, что Армения не считается союзником. Поэтому... Миротворцы туда приходили для того, чтобы защищать союзника, как думала Россия, ОДКБ. Сейчас, особенно после заявления Пашиняна, Армения таковой не является уже. В данной ситуации миротворцы решают там совершенно другие вопросы. Они следят только за тем, чтобы не было горячей фазы столкновения. Сейчас идутся интенсивные переговоры. И Азербайджана. Я вам говорил о том, что сейчас интенсивно азербайджанские дипломаты сейчас ведут здесь консультации в Москве. Это постоянный такой процесс. Вот эти все действия Азербайджана, это исключительно направлено на то, чтобы подогреть, подстегнуть и повлиять на решения здесь, в Москве, в других каких-то регионах. Это деятельность спланированная, скоординированная. Поэтому в данной ситуации, я еще раз хочу повторить, миротворцы там не защищают интересы Армении. У них только одна задача, это интересы России в этом регионе. Я вам это давно, причем еще полгода назад, если вы помните, я это вам говорил, вы тогда, я понимаю, что это очень скептично к этому, но просто надо понять. И последнее заявление Пашиняна, что мы не союзники России, оно только расставило это все точки над «и». По санкциям. Да, по всему остальному то же самое. Ну все же, Рафаэль, Армения вновь обратилась в Международный суд ООН по вопросу блокады Нагорного Карабаха по Алачинскому коридору. Да, в данной ситуации я не вижу перспективы для подобного. Это политический такой димаш. Если даже будет вторичное решение сюда, да? Да, даже если будет вторичное решение сюда, все равно это ни к чему не приведет абсолютно. Потому что сейчас все больше уже они ссылаются на то, что азербайджанская сторона сейчас в американской прессе, я видел его заявление, которое распространяет внешнеполитическое ведомство Азербайджана, оно убеждает абсолютно все общественное мнение и в Америке, и в Европе, что Карабах, это вот часть, которая сейчас контролируется миротворцами, которая контролируется, так сказать, карабахцами, эта часть, это внутренний азербайджанский, как говорится, это внутренний азербайджанский конфликт. И поэтому Армения в данной ситуации не может выступать как бы стороной в этом деле. Поэтому это все, как говорится, судебные тяжбы, которые еще будут очень долго продолжаться. Я перспективы здесь особо не вижу сейчас. Если только разогреться какая-то трагедия или какая-то горячая фаза, тогда, конечно, как всегда, в самый последний момент вмешается и Гаагский суд, и все, что там вообще с этим связано. Но сейчас ожидать каких-то позитивных действий от них не стоит, не нужно. Никто не будет сейчас, учитывая ситуацию в целом, никто не будет тратить на это ни ресурсы и ни время. Глубочайшему нашему сожалению. И последнее, Рафаэль, все же переговоры отложены. Ожидать обострения какое-то или это не связано с этим? Я думаю, что да, надо ожидать и будет ожидать обострения обязательно. Будет опять провокация, будет опять военное вмешательство, будет опять обвинение Армении в том, что это они сделали. Потому что, ну, это работает на Украине, почему это не будет работать здесь? Надо обвинять, как говорится, во всех грехах своего противника. И тогда, как говорится, что-то в этой мутной воде можно выловить. Я думаю, что сейчас Азербайджан придерживается именно такой тактики. Но вот любопытно очень, мне кажется, и это, конечно, пока не проверенная информация, но мне кажется, что все действия Азербайджана, они скоординированы в контексте действий Турции. Они совместно выступают в определенном направлении. И мне кажется, что здесь какая-то политтехнология уже совместная разрабатывается. Пока я не могу точно определить, будет больше информации, с удовольствием поделюсь об этом. Но Турция стоит на пороге какого-то решения, какого-то шага, который они хотят сделать. И они его, судя по всему, сделают. Я не знаю еще в какой сфере это будет, каким образом, но это очень, так сказать, тревожный для меня показатель. Потому что Эрдоган, он, так сказать, уже возомнил себя султаном. Он уже понял, что ему все сходит с рук. Он зажал газовый хаб, он держит коммуникации. Он, так сказать, единственный у нас такой посредник и между Америкой, и Европой, и Россией, и Украиной. И он, так сказать, и с Азербайджаном, и со Средней Азией. Это вскружило ему, на мой взгляд, голову. Здесь надо ожидать самых неожиданных, и мне кажется, не хотелось бы правом, трагических событий.